Ростуризм 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 Дмитрий Медведев. Субсидия в этом размере выделяется на возобновление национальных экспедиционных исследований в Арктике. Предполагается, что это будет способствовать стабилизации и развитию деятельности России в Мировом океане, в частности, в связи с потребностями природопользования в Арктике и охраной её окружающей среды. В правительстве отметили, что дрейфующая станция «Северный полюс» является важнейшим фактором обеспечения присутствия России в высокоширотных районах Арктики и закрепляет приоритет России в проведении комплексных исследований в Арктическом регионе. Программа дрейфующих станций была свёрнута в 2013 году после эвакуации Северного полюса 40. В 2015 российская станция работает не в годовом, а в сезонном режиме. Правительство Мурманской области планирует развитие в регионе портовой особой экономической зоны, ориентированной на рыбопереработку и аквакультуру. Одним из важнейших шагов по организации стало подписание губернатора Мурманской области Марины Ковтун и представителями восьми предприятий рыбохозяйственного комплекса мощности которых расположены на западном берегу Кольского залива соглашений о намерениях по реализации компаниями инвестиционных проектов. Главная цель подписания соглашения – объединить местные предприятия, которые хотят инвестировать средства в развитие своих производств, создавать для этого особые экономические условия. В режиме особой экономической зоны предполагают весомые льготы и преференции для резидентов. Общий объём инвестиций по запланированным потенциальными резидентами Мурманской зоны проектам составляет более 700 миллионов рублей. При этом будет создано более 300 новых рабочих мест. Напомню ранее, в Мурманской области планировалось создание особой экономической зоны портового типа с ориентацией на разработку штокмановского месторождения, которое так и не начало свою работу. В ходе переговоров на федеральном уровне стала ясна необходимость сохранения в Заполярье портовой особой экономической зоны с переориентацией её профиля в первую очередь на рыбопереработку. Президент компании «Роснефть», которая заинтересована в реализации своих планов по созданию береговой базы обеспечения арктических проектов на шельфе, поддержал позицию правительства Мурманской области о продолжении работы по развитию портовой особой экономической зоны. Значимость преференции и механизмов государственной поддержки для резидентов очевидны ещё одной крупной компании «Новотек», которая также рассматривает вариант вхождения в особую экономическую зону в качестве резидента. Первый атомный плавучий энергоблок для Арктики в Российской Федерации будет построен к октябрю 2016 года. Атомный реактор, который можно будет пристыковывать к береговой инфраструктуре, через кабель будет подавать энергию в любой арктический город. То есть фактически можно питать электричеством любой населённый пункт в арктической зоне. Это уникальная технология, которой ещё нет нигде в мире. Плавучий АЭС «Академик Ломоносов» строится на Балтийском заводе по заказу эксплуатирующего все атомные станции России концерна «Росэнергоатом». Это станция – главной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Плавучий энергоблок, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей, создаётся на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике. На всём протяжении Северного морского пути будет построено семь пунктов наблюдения. Обеспечение безопасности в Арктике, в том числе объектов нефтегазодобывающего комплекса, соблюдение режима плавания в акватории Северного морского пути тоже относится к компетенции погранслужбы. Специально для этого образованы новые пограничные управления ФСБ России по западному и восточному арктическим районам в Мурманске и Петропавловске-Камчатском. В Петропавловске будет создан крупнейший пункт базирования кораблей, появится новая застава на острове Врангеля, а на всём протяжении Северного морского пути будет построено семь пунктов наблюдения. В настоящее время ведётся разработка первого проекта сторожевого корабля ледокольного класса водоизмещением 6-7 тысяч тонн для плавания в Арктике. Такого целевого массового строительства пограничных кораблей и катеров, которое ведётся с начала 2000-х годов, не было даже во время Советского Союза. Вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил президенту России Владимиру Путину о строительстве новых атомных ледоколов. На трассах Северного морского пути сегодня работает пять атомных ледоколов, но у них заканчивается ресурс. В частности, после 2021 года только один ледокол может остаться – 50 лет победы, а остальные должны выводиться в 2017 и в 2018 годах. Работы по строительству ледоколов развернуты Балтийским заводом вместе с госкорпорацией «Росатом» с тем, чтобы к этому моменту построить новый атомный ледокольный флот. Рогозин сообщил, что готовность головного ледокола «Арктика», заложенного в 2013-м, составляет 18%. Он будет готов к 2017 году. Затем в 2019-м вступит в строй первый серийный ледокол «Сибирь», закладка которого состоялась накануне на Балтийском заводе. Второй серийный ледокол «Урал» должен быть готов к 2020 году. В ближайшие полтора года необходимо принять решение с учётом дальнейшего вывода Старого ледокольного флота о дополнительном строительстве третьего и четвёртого серийного ледоколов. По словам Дмитрия Рогозина, для будущего атомного ледокольного флота есть только один риск – перебои с финансированием. Эксперты российской газеты выбрали пять интересных, необычных и вполне бюджетных направлений, куда туристы могут отправиться этим летом. Наринмар и Русская Арктика – одно из них. Вот что пишет журналист российской газеты Алена Узбекова в материале «Куда поехать этим летом». Начнём, пожалуй, с нераскрученного, с Русской Арктики. Во всём мире путешествия на Северный полюс считаются одними из самых экзотических и дорогих. Но сейчас это доступно для россиян. Вы удивитесь, но перелёт туда не очень длительный и не очень дорогой. Лететь на Ринмар из Москвы меньше трёх часов, а цена билетов туда-обратно – 13-14 тысяч рублей, рассказывает Оксана Булах, коммерческий директор российского национального туроператора «Алеан». Сейчас всё больше стали говорить о необходимости разработки нового готового туристического маршрута к Северному Ледовитому океану. Туроператоры готовы, но многое будет зависеть, в том числе и от усилий местных властей. А пока самостоятельные путешественники могут открывать для себя необычную и дикую красоту Северного Ледовитого океана, Баренцево море, реки Печоры. Здесь интересно рыбачить, посещать олени-стойбище, общаться с коренным населением, наблюдать за шаманскими обрядами. И лето – идеальное время. Погода вполне комфортная, температура доходит до плюс 20 градусов.